Мой бардак просто повсюду. Всем привет! Начинаю новый влог, так как здесь работает кондиционер. Я просто со всеми своими манатками переехала сюда. Посмотрите, сколько у меня маркеров. И это еще не все. Вот еще. Я их немножко заправляю и использую еще раз. То есть, если у вас высохли маркеры, просто заправьте их спиртом. У меня они спиртовые, очень хорошие. Я вот здесь обосновалась. Здесь у нас обосновался Твиксик. Он лежит прямо здесь. И рисую для вас коллекцию. Это у нас старая коллекция, которая была в прошлом видео новинкой. Ноготочки на лето называется эта коллекция. И вот сейчас я рисую вот эту коллекцию. По мне получилось очень круто. Не буду говорить, что именно за коллекция. Но очень красиво получается. Несмотря на то, что на улице просто жара, мы решили с мамой пойти купить юбку, которую хочет мама. Вообще, мама у меня очень капризный человек. Ей очень сложно угодить. И если ей что-то понравилось, нужно в этот же день идти и быстро это покупать. Потому что потом она может передумать и годами просто ходить в одной и той же юбке. Я вот постоянно маме говорю, что давай тебе что-то купим. Я раньше думала, что ей просто жалко денег на себя. И сейчас я понимаю, что ей очень сложно угодить. И ей наконец-то понравились две юбки. Вроде как они хорошо сидят на ней. Но она сказала, что ты должна пойти со мной и заценить. Если тебе тоже понравится, то мы возьмем. Ну, я естественно, если даже мне нравится, не нравится, всегда говорю маме, бери. Классно, шикарно. Ты просто богиня в этой юбке. В общем, начинаю нахваливать. Я надеюсь, что вы тоже будете нахваливать в комментариях. И мы заставим ее купить все-таки эту юбку. Поэтому мы направляемся туда, несмотря на жару, которая сейчас на улице. Вроде в шкафу до хрена всего, но опять одеть нечего. Девочки меня поймут. Вроде много всего. Это платье я покупала у нас здесь в Баку в Бонит. Один раз постирала и просто надо выбросить. Вот что-то такое легкое хочу, потому что на улице жарко. Такое у меня платье есть с персиками. Вы, наверное, видели в прошлом году в распаковках, вам показывала. В холодильнике у нас здесь холодные нектарины. Ну, как можно не поесть и выйти из дома. Еще такая вот слива огромная. Это все мы здесь купили. То есть не из сада нашего. Но обожаю нектарин. На улице стояла невероятная жара. Именно поэтому я надела свой любимый костюмчик, который ношу крайне редко. Он состоит из длинной легкой юбки и топика с открытым животиком. Выглядит очень красиво. Дойдя до магазина, мама сразу начала демонстрировать мне варианты, которые нравятся ей. Ей понравилось три юбки. Одна из них вот эта черная. Также очень понравилась синяя. Вот синяя, кстати, мне тоже очень понравилась. Стоили юбки все по фиксированной стоимости 85 монат за юбку. И смотрелись они на витрине очень даже хорошо. Но после того, как мама начала мерить, мама сделала вывод, что юбки очень сильно ее полнят. И ей не хочется покупать. Несмотря на то, что я категорически была не согласна, юбки очень хорошего качества. Мамин размер был. Смотрелась на ней неплохо. Настаивать я не стала. Вот эта вот черная мне особенно понравилась. Но маме нет. Но я считаю, что главное, чтобы ей нравилось. Поэтому вышли из магазина ни с чем просто. В магазине канцелярии мне очень понравилась самоклеющая бумага. Достаточно плотная, с невероятно красивыми блестками. Я сразу взяла фиолетовый. Еще, кстати, были вот такие фоны. Этот фон я обязательно возьму. В этот раз что-то не взяла. Но в следующий раз, когда буду проходить около этого магазина, обязательно возьму себе фон. Когда буду снимать бумажные сюрпризы, у нас будет фон с мишками. Также были вот такие фоны. Стоили абсолютно недорого. Там копейки буквально. Но мне очень понравилась вот эта самоклеющая бумага. Посмотрите, какое красивое золото. Прям вот очень богато смотрится. Зеленый цвет какой. Придя домой, я увидела сообщение от своей подруги. Она написала, что она как раз проходит мимо моего дома и хочет заглянуть на чаек. Я обычно не люблю, когда меня не предупреждают. Просто из-за того, что хочется открыть шикарный стол, купить всяких вкусняшек, приготовить что-то классное. В этот раз стол у нас был очень бедный из того, что есть. Но подружку мы приняли очень тепло. Я ей рассказывала как раз вот сейчас историю со змеей. Она просто слышала эту историю из моих мукбанков. И хотела в подробностях узнать, как там произошло. Нашли ли все-таки змею или нет в машине. Кто не смотрел этот мукбанк, змея так и осталась. То есть мы не знаем где, но найти ее не можем. Вот ненавижу я наливать чай в эти малюсенькие стаканчики. Я люблю, когда ведро. Один раз налил и все, больше не встаешь. Но когда вот эти маленькие стаканчики, приходится каждые 5 минут вставать. Но для гостей очень красиво смотрится. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Только что сняла для вас бумажную распаковочку. Ногти у меня уже в аварийном состоянии. Они супер длинные. Такая длина мне не подходит. Мне с ними некомфортно. На большом пальце вообще аварийная ситуация. Сейчас вам покажу. У меня такое очень редко бывает. Не знаю, конечно, вам видно или нет. Но вот. Вот. Он у меня прям отклеивается. В первый раз у меня такое задолгое время. Так, притащила все, что нужно. Буду делать ногти прямо здесь, в гостиной. Вот. Но пока что не решила, что именно делать. Надо посмотреть на Пинтерест. Какие-то идеи. Хочется чего-то необычного. А что именно хочется, непонятно. У меня все лежит в этих контейнерах. Это безумно удобно. Обожаю Пинтерест. Здесь очень много идей. Вот я листаю и думаю, что же сделать. Не обязательно в такой цветовой гамме. Просто идей здесь очень много. Хочется что-то такое необычное, красивое. Может, френч замутить. Все-таки лучше всего я посоветую с вами в Инстаграме. Пару идей выберу и кину туда. Все-таки летом может что-то желтое, что-то яркое, например. А еще мне очень нравятся вот такие потеки. Но, правда, не совсем такие. Чуть-чуть другие хочу сделать. В общем, пока что надо снять покрытие. А я за скринью несколько вариантов и кину вам в Инстаграм. Посмотрим, что вы выберете. Смотрим на ваши ответы. Вроде как мнение разделили. И 44-56% можно сделать что-то между этим. В общем, для начала нужно снять покрытие. Сейчас я этим и займусь. В этот раз снятие покрытия у меня заняло гораздо больше времени, чем это происходит обычно. Дело в том, что этот дизайн был как раз таки направлен на большое количество геля сверху. Поэтому мне пришлось убирать все покрытие. Но я решила не убирать полностью, так как немножко у меня ногти все-таки клюют. Я решила на кончиках все-таки гель оставить, а потом отпилить из внутренней части, чтобы торец был максимально красивый и форма была квадрат. Я решила делать прям такой острый квадрат. Давненько я с такими ногтями не ходила. Квадрат неудобно, соглашусь все-таки. Удобнее ходить с миндалем. Но я люблю разнообразие. То есть один раз, например, я делаю миндаль, потом переделываю в квадрат. А в этом случае мне даже не нужно достраивать архитектуру ногтей. Поэтому я думаю, в этот раз идеальный квадрат у меня получится прям очень легко. Поэтому сделаем именно его. И плюс здесь у меня фреза немножко забитая. То есть эту фрезу уже пора выбрасывать. Я забыла. В общем, я перепутала, точнее говоря. Взяла не ту фрезу. И она очень сложена. Потихоньку, по чуть-чуть снимает покрытие. Это даже немножко действует на нервы. Так, смотрите. Когда я снимала покрытие, я не сняла покрытие с самого кончика. Почему? Потому что я отпилила изнутри, чтобы приподнять тем самым ноготь. И при этом не тратить время на дополнительное докладывание геля и экономию геля. И вы смотрите, какой четкий квадрат у нас получается. Просто и легко. Вот очень красиво по мне. Сейчас надо сделать форму для всех остальных ноготочков. Получится очень красиво, уверенно. Сейчас мы сюда наверх доложим геля и получится просто пушка. У меня появилась, знаете, идея сделать сейчас маникюрчик. Наверное, будет темно, но все же. Либо можно завтра снять мою коллекцию украшений. Пока у меня маникюрчик свежий. Вот. Как мне нравится. Это просто нечто. Посмотрите, какая красота. Цвет такой насыщенный. Правда, камера неправильно передает оттенок. Это более, знаете, такой фукси цвет. А здесь выглядит как салатовый. В общем, такие ноготочки у меня получаются. Здесь серебряная поталь, а здесь просто блесточки. Вот.